Высший подъем революции. Революционные события на национальных окраинах. Осенью 1905 года центром революционных действий становится Москва. Пиком революции стала Октябрьская Всероссийская политическая стачка 1905 года. Октябрьская политическая стачка завершила процесс перерастания революционного движения, проходившего в стране в январе-сентябре 1905 года, в массовую всероссийскую политическую стачку. Ей предшествовала народная борьба против законосовещательной Булыгинской думы и сентябрьские события в Москве. Важнейшую роль в подготовке Октябрьской стачки сыграли революционные партии. За подготовку стачки летом 1905 года высказался и Всероссийский железнодорожный союз 1905-1907 годов ВЖС. Экономическая забастовка печатников, начавшаяся 19 сентября в Москве, превратилась в политическую забастовку московских рабочих других профессий. В начале октября печатники-металисты, столяры, табачники и железнодорожники Москвы создали советы уполномоченных по профессиям. Собрания и митинги в поддержку московских рабочих прошли в конце сентября-начале октября в других промышленных центрах. Перерастание сентябрьских выступлений пролетариата во всеобщую политическую стачку ускорила всеобщая забастовка железнодорожников. Центральное бюро ВЖС поддержало стачку. 10 октября забастовали железнодорожники всех основных магистралей, идущих от Москвы. Вслед за Москвой стачка началась в Петербурге и других крупных промышленных городах. 17 октября стачка железнодорожников стала всеобщей. Она повсеместно приостановила железнодорожное движение и самым решительным образом парализовала силу правительства. Во всеобщей стачке участвовали трудящиеся всей России. В крупных городах прекратили работу фабрики, заводы, транспорт, электростанции, почта, телеграф, учреждения, магазины, учебные заведения. В стачке участвовали фабрично-заводские рабочие, железнодорожники, десятки тысяч рабочих горной и горнозаводской промышленности, служащие, учащиеся. Число бастующих достигало двух миллионов человек. Стачка перекинулась на другие регионы страны. Повсеместно стачка сопровождалась массовыми митингами и демонстрациями, которые в Прибалтике, на Украине, в Поволжье, Закавказье переросли вооруженные столкновения с полицией и войсками. Героически боролись рабочие Польши, стачка охватила здесь крупные города. В Финляндии рабочие создали вооруженную гвардию. Октябрьская стачка развивалась под революционными лозунгами «Долой Булыгинскую думу!», «Долой царское правительство!», «Да здравствует вооруженное восстание!», «Да здравствует демократическая республика!». Стачечники осуществляли свободу слова, печати собраний. Вводили на предприятиях восьмичасовой рабочий день. В результате революционной деятельности масс в октябре в Петербурге, Екатеринославле, Киеве, а затем и в других городах были созданы Советы рабочих депутатов. Образовались профсоюзы в Москве, Петербурге, Ярославле, Харькове, Тбилиси, Риге, Вильнюсе. Царизм предпринял попытку репрессиями сорвать стачку. 14 октября петербургский генерал-губернатор Дмитрий Федорович Трепов предписал войскам и полиции – холостых залпов не давать и патронов не жалеть. Предотвратить забастовку царским властям не удалось. Армия колебалась, в распоряжении правительства было недостаточно надежных войск для подавления революции. В стране сложилось своеобразное равновесие сил. Царское правительство вынуждено было уступить и издать манифест 17 октября 1905 года, в котором Николай II заявил о даровании народу гражданских свобод и обещал признать за думой законодательные права. Революционеры разоблачали лживость и лицемерие царских свобод и настаивали на продолжении борьбы. Царь испугался и сдал манифест «Мертвым свобода, живых под арест». Получив поддержку либеральной буржуазии, воспринявшей манифест как поворот в развитии России по конституционному пути, правительство перешло к решительному наступлению против революции. В ходе революции организационно оформились монархические партии. Среди них выделялись Русское собрание, Монархическая партия, Союз русского народа. Их лидеры выступали за восстановление в полном объеме самодержавия, православия и народности. Русская народность провозглашалась господствующей во всех сферах жизни общества. Выдвигая тезис о внешнем враге, монархисты начали антисемитскую кампанию. В ходе революции монархисты перешли к самым жестким мерам. Привлекая в свои ряды представителей разных сословий, они устроили череду еврейских погромов по всей стране. Тысячи человек были убиты и ранены. Из двух тысяч осужденных за убийство евреев царь помиловал 1700 человек. По всей стране начались репрессии и погромы. Черносотенцами были зверски убиты большевики Николай Эрнестович Бауман, Фёдор Афанасьевич Афанасьев, Ольга Михайловна Генкина и другие. В 110 населённых пунктах было убито до 4 тысяч человек, ранено более 10 тысяч человек. Под влияние манифеста либералы начали отход от революционного лагеря. В октябре 1905 года образуется Конституционно-демократическая партия. Её лидером являлся профессор истории Пётр Николаевич Милюков. Кадеты выступали за введение Конституции, наделение крестьян землёй за счёт выкупа её у помещиков государством, соблюдение демократических свобод, 8-часовой рабочий день, культурное самоопределение наций и народностей. Достижение этих целей виделось парламентским путём. Кадеты опирались в основном на интеллигенцию. В это же время возник Союз 17 октября. Лидером этой либеральной партии был банкир и выходец из купеческой среды Александр Иванович Гучков. Октябристы добивались единства России, неприкосновенности частной собственности, уравнения крестьян в правах с другими сословиями, наделение их участками за счёт продажи государственных земель, ограничения стачек и введения рабочего законодательства. Октябристы опирались на крупную буржуазию и помещиков. Они выступали против введения 8-часового рабочего дня, мотивируя это тем, что в России и так много праздников. Революционные партии решили борьбу продолжать, что было ошибкой. В начале декабря революционеры решили провести восстание в Москве. В начале была объявлена всеобщая забастовка. Был блокирован железнодорожный узел. Москвичей поддержали рабочие Петербурга. К 10 декабря стачка переросла в вооружённое восстание. Его центром стала Пресня. На подавление восстания из Петербурга правительство прислало Семёновский полк. Восстание было локализовано в районе Пресня, и 19 декабря Моссовет принял решение о его прекращении. По городу прокатилась волна арестов и массовых расстрелов. В революции активное участие приняли национальные окраины. В июне 1905 года в Лодзе в течение недели проходили вооружённые столкновения рабочих с полицией. В Прибалтике, где был большой удельный вес еврейского населения, прокатилась волна политических забастовок демонстраций восстаний, как ответ на еврейские погромы. Широкого размаха вооружённая борьба достигла Финляндии, Закавказьи и на Украине. Вслед за рабочими окраин в борьбу втягивались и крестьяне. В Грузии они отказались выполнять царские законы и нести повинности в пользу помещиков. Здесь возникли крестьянские комитеты, отбиравшие у помещиков землю в пользу крестьян. В Гури была провозглашена Гурийская республика. В Латвии сельхозрабочие добились повышения зарплаты на 15 рублей. В результате власти пересмотрели национальную политику. В Польше разрешили преподавать в гимназиях польский язык. На уроках закона Божьего начали преподавать католичество. В Финляндии были отменены законы 1899 года и принят новый сеймовый устав, предусматривающий ведение парламента. Наместником на Кавказе стал Иларион Воронцов-Дашков, проводивший гибкую политику. Армянской церкви возвратили ее имущество, мирных националистов отделили от революционеров. В 1907 году было разрешено использовать национальный язык в начальных школах для инородцев. Подведем краткие итоги революции. Сложились новые государственные органы, начало развития парламентаризма. Некоторые ограничения самодержавия. Введены демократические свободы, отменена цензура, разрешены профсоюзы, легальные политические партии. Буржуазия получила возможность участвовать в политической жизни страны. Улучшилось положение рабочих, повышена зарплата, рабочий день уменьшился до 9-10 часов. Отменены выкупные платежи крестьян, расширена свобода их передвижения, ограничена власть земских начальников. Примечательно, что плодами революции воспользовалась с одной стороны прежде всего буржуазия, которая вначале поддержала революцию 1905 года, а получив желаемые уступки вроде манифеста, отошла от революции. Но с другой стороны, появление Первой Государственной Думы и ограничение власти царя вело к ослаблению самодержавной власти и содержало в себе предпосылки будущего краха монархии, так как в итоге именно противоречия между родившимся в 1905 году представительским органом власти и царем с его министрами ускорили начало следующей революции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok